Проводим обследование матраса, а также всех кроватей на наличие клопов. Сделаем осмотр всех плинтусов. Всех плинтусов, все скрытые моменты, которые могут быть. Также внизу там. И сделаем осмотр всех кроватей и дощечек. Перевернем каждую и проверим, есть ли гнезда и скопление клопов. А также все матрасы и проверим герметичность их. Замки в матрасе должны плотно закрываться, что на этом объекте есть. Иначе при полуоткрытом замке клопы забираются и прекрасно там живут и чувствуют себя. Поэтому плотное должно быть прилегание всех замочков. Нужно осмотреть шторы, так как там также могут скрываться клопы. Если присмотреться, то еще одна особь найдена в шторах. Разобрали полностью кровать и теперь сделали осмотр. Дощечки все чистые. Единственное, что есть в кровати, это скопление клопов в углах кровати, а также в их щелочках. Вот они сидят. Также вот здесь. И вот здесь. В плинтусах плотное прилегание следов. Есть некоторые щелочки, которые нужно будет пролить, заделать. При осмотре других комнат не было выявлено как таковых проблем. Хотя были также осмотрены все матрасы. Все механизмы кровати полностью для того, чтобы исключить проблему по всей квартире. Обработку желательно и нужно производить не только в тех местах, где произошло заражение, но также и в других помещениях, чтобы исключить переходы насекомых из одной комнаты в другую. Все довольно-таки чистенько. Все очень даже аккуратно и хорошо. Проблем никаких нет. Кровать перевернули. Будем проводить обработку, чтобы также пройтись и по плинтусам и в труднодоступных местах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...